вот мы находимся в барнауле улица ползунова 6 а 6 это там где мы молимся и я не очень то смотрю за этой хронологией как у нас тут что идет а мне подсказали 20 лет как так 20 лет а не должно быть 20 лет ровно 20 лет оказывается как мы в этом доме это удивительно как этот дом я получил судился 11 лет после возвращения из лагеря что у меня незаконно изъяли а изъяли фонотеку это восемьдесят шестом году меня арестовали вот еще советская власть была у вас это то строго тогда все это было ну и изъяли пленки магнитофонов 15 там много много чего было я стал ходатайствовать и что интересно вот как делать это я оформлял музыкой там если и так была великая отечественная война выступает гитлер у меня я добился тогда достать было трудно господь открыл мне это я имел доступ к краевой библиотеке и в самом потаенном месте у них и там я записывал тогда было на дисках магнитофонные были диски такие не магнитофоны а патифонные диски пластинки назывались я выписывал оттуда выступает гитлер если день победы я материал такой выпускал про масонца 14 лет над ним работал о судьбах мира это очень и очень большой у меня был материал опасный такой материал и я его довел до конца перед арестом у меня фактически было закончено м1 м5 масонство 1 5 протокол и сионских мудрецов и ну и далее все как раз архипелаг гулаг насчитал это занимало у меня может процента 2 от всего что я насчитал а остальное златоуса творением житья святых но этот материал был и стихотворение там про ленина стоит свое рота череп по мету птиц подставил голый череп вождь атеистов сонмище иуд но не мне все это зала потом перестройка горбачев и все это пошел по-другому и помилование президиуму верховного совета помилование я начал ходатайствовать и вот как бог делает бог это благодать божия на мою сторону господь стал суды не суды еще судов не было материалы собирал изъяли через железнодорожный районной тогда называлась администрация железнодорожного района как-то она по-другому волейка называлась то там был петров нет ничего изъяли у меня там тысячи катушек эти нигде нету и тогда был он назывался не федеральный инспектор на уполномоченный по по всем делам полномоченный представитель президента шуба николай михайлов шуба и у него был там богданов такой тоже это все они воевали в этом в афганистане такие боевые ребята я пришел они говорили документов нету все потерялось потерялась в администрации железнодорожного района города барновола он зашел дуков то потерялось так и на тихоныч сидите здесь кабинете ушел ушел приходит маленько погодя приходит так вот там бросил папка считайте потерялась и лишь как привыкли ну я стал смотреть а там как пленки они куда делили и как какой-то человек возил там на завод и бросал его фамилия ванин директор такой-то я все записала потом поехал на завод ничего этого говорить не было в топку бросали в топку бросали златоуста библия начитанная жития святых не было этого не было нету год у нас этого не было никто в топках не жигал кочегара у нас кочегара такого не то есть придумывали все они поделили это магнитофоны то есть я сам начал расследование и вижу и в это время первый секретарь центрального рекома партии теперь она потом работала а до этого она как-то там попали ремнева надежда степановна она сейчас кажется еще работает может быть ну год назад она еще работала в краевой администрации там по социальным вопросам таким я никогда не видела она пишет прекратите издеваться над лапкиным незаконные ваши решения были вернуть все назад и они вернули они могли не послушаться на видимо господь так устроил и они опять когда все документы то у меня оказались в руках и тогда мне нужно узнать как пленку один час вот это музыку накладывать что это стоит это огромная стоимость я не знал когда стали смотреть а мне дали сопроводителем это кажется железнодорожного района председатель был суда лир иван сейчас не знаю иван иванович или как и он со мной везде был буквально за руку вел и главное люди которые мне помогали они как-то еще терпели маленько походит времени немного о его сбивает машина и он погиб но он мне показал номер пятьсот пятьдесят пятый номер благодаря вот когда делают они накладывают музыку там то другое нету только нету нету я внимательно стал смотреть и вижу они его вырвали оттуда а там корешок то остался я году он был здесь у вас этот приказ приказ из москвы гостелерадио нету игру туда другие города другие города ехать новосибирс там тоже история в кемерово то же самое то есть москва ничего не отвечает там не могут убрать уже а эти-то вырвал его листа нету и они мне а то тут инфляция была я не знал инфляцию до девяносто седьмого года девяносто первого года десять тысяч семьдесят вот если раньше был рубль то теперь надо десять тысяч семьдесят ну и коэффициент этот я прилагаю инфляцию к за каждый год по месяцам и увеличу стоимость получилась 11 миллиардов а теперь речь идет о суде никак и бог располагает ко мне председателя краевого суда а то вообще не расскажешь как пашков виктор иванович я называю фамилию он уже на пенсии поэтому ему это не повредит и он говорит москва прислала ваш материал обратно там какая-то амелина президиум верховного суда ссср а надо было сначала у меня краевой был суд а до надо тогда в москву суд а там над ними президиум президиум женщина показала у вас все неверно это обман вернуть назад все на рассмотрение и поставили домой судью зверева ну действительно фамилии или что так вот дают до того она прямо рвет меня господь сделал так что и и как-то отодвинули мне дали другого такой спокойной разноразмеренной и все вернуть назад я так к краевому суде он говорит гражданское дело чтобы заново вернуть у меня такого случая то и не было говорит один раз где-то там что-то было обычно там занимается там уголовное все это гражданское дело и с деньгами язык тем более но еще не реабилитирован только помилован вот они по частям выдвигали это указ президиума верховного совета ссср за два за 15 или 25 марта 87 года рядом где-то было и вот теперь суд первый решает что-то там против опять прокуратура против вдруг у меня близкие отношения завязываются с прокурором алтайского края по раскун юрий федорович генерал-лейтенант очень строгий человек хороший справедливый я так его понимаю я к нему обращался под потеряю где-то 32 раза примерно 32 раза он комиссии назначает едут полковники все поставили отодвинули корченских и так и здесь и вот однажды они собираются там не уже сказал вот и мэр города баварин владимир николаевич он входил в десятку лучших миров россии то есть люди так какие какого звания были и вот он оказал здесь эту помощь просто реально все это было и вот встретился он потом был тэн я не знаю кореец или кто он был ректор юридического тут института леонид кажется звать его и он встретился как-то с мэром и говорит вот по делу лапкина вы знакомы да знаю но суд все решает и не в его пользу он говорит у него там ничего нету просто изъяли незаконное надо руки-ногие могут уже не вставишь он сколько претерпел это мне потом кажется мэр города передал ну давайте решим однажды и все это дело и вдруг суд повернулся и решает там сколько-то мне миллионов решает и и статья такая лапкин выиграл жигули жигули любой его был рад а он говорит нет сказал суд будет продолжаться дальше это незаконно теперь пошел в них платить нечем тогда такая беда была кто где работает на заводе кабель кабель выдавали шины завод мужики катят домой эти покрышки где-то продавали на дороге стоит ну нет ничего нету ну а мне то какая разница то и вот они тогда это все порешали и дескать ну нет платить ничего но у меня судебный исполнитель сейчас я просто не нашел сразу женщина это я не знаю что в судебных органах такие люди работают как она взялась за мое дело в городскую администрацию так слабки нам рассчитаться иначе арестовый все финансовые движения не учителя никто не получит меня мэр города тут начинает председатель как у нас сейчас глава петров был юрий кажется он михайлович петров председатель этого дорожного исполкома или как-то от администрации не было слово кажется исполком называлась и он говорит я я тут первый потому что знаете рассчитываться нечем а вы бы со мной недвижимостью могли рассчитаться как нам молиться негде а какого размера то есть он готов уже какого мы сидим в кабинете я думаю сказать как и бед маловато думаю да я с прихожей скажу там где секретарь сидит а ну это а мы молились на дому на дому вот так вот вплотную стояли друг другу как селедки одежда вот так на столе лежала до потолка люди приходили то ну но обыкновенный дом то может быть квадратов 15 было квадратов 15 ну и тут все это не начинает мне предлагать сейчас покажу документы опять начали хитрить не сказать в аренду на 50 лет а еще 50 лет проживу в аренду а потом это нечего буду строить и каждый день буду понимать что скоро отдавать скоро отдавать еще надо мной смеетесь то я тогда вышел ну то выйдите прихожую там эту приемную то я вышел они там между собой глава по недвижимости слуцкий там был вот здесь большую роль сыграл тоже с афганистана советник называется советник был общинников владимир петрович он меня и познакомил уже с мэром города это первая была встреча и они тогда решают лапкину можно дать и они мне кажется два места здесь вот сейчас напротив краевого суда прям рядом я в окно вижу где суд был и прямо напротив тюрьмы там магазин сгорел и здесь а здесь не сгорело все стоит а свод спасение на водах и от меня помню и какие фамилии пошли боголюбов до добронравов вот это все это не случайно я вижу в этом благодать божия то вот сюда меня привезли он сидит машине готова здесь я тогда зашел а тут закрыто было окна то это круто все зданием это да а я говорю а там второй домик стоит это чей будет как шей так это тоже как на тут говорит соток 15 но тут 13 оказалось и это что это тоже в это да в это я скорее в машину сел и говорю я согласен а потом мне говорили надо было поломаться маленько не согласен чтобы вроде это я не знаю этого я сказал согласен и потом они будут писать лапкин высказал полное согласие то есть это на пользу послужило но и вернулись и дальше уже мэр города вел все баварин он погиб царство ему небесное могу сказать он был крещеный два раза потом приезжал когда я получил это все теперь это не жилые дома перевести в жилые это так сложно это там и по имуществу и пожарники и тут санэпидем станции и везде все это платить надо я ни копейки не платил он баварин звонок меня принимают без очереди городское имущество там какой-то горский или кто там был все у меня везде провел а потом сам приехал а мы тут алтарь стали строить и удивился как много сделали я покажу так у меня стоит документа то его где-то нету должно быть где то это в другом месте баварина это я покажу потом ну очень хорошее так подожди ка попутно раз говорили я сейчас гляну сюда подожди кого-то история хронология это такой документ сейчас я историю хронологии вот сейчас это у меня легко пойдет для слова божия нет вкус так что же мне тут надо баварин сейчас я заряжу только смотрите как делся баварин баварин поделился к вот она как раз я об этом говорю а она вот она где я там был люди стояли в коридорах и комнатах было торжественно тихо каждый молил господа бога за то что есть теперь место где можно преклонить голову в минувшие выходные православная крестовоздвиженская община отметила годовщину первой литургии на новом месте служения на торжестве приехал епископ ишимско-сибирский евтихий курочкин а на следующий день здесь побывал мэр барнаула владимир баварин поделился как много сделано за год история эта началась еще восьмидесятые когда у проповедника игнати лапкина по решению краевого суда была изъята фанатека религиозно-исторического содержания после многочисленных судебных тяжб справедливость восторжествовала с лапкиным рассчитали с двумя старыми деревянными домами и вот сегодня после ремонтов есть место где можно помолиться побеседовать отдохнуть а это почти 100 человек с детьми 99 было построили детскую площадку с качелями есть даже голубятня в общем не удивляет порядок везде и во всем строгость служения отсутствие всяческой торговли крещение венчание все требы совершаются бесплатно женщины здесь хоть длинных платьях голову покрыты по старинному русскому обычу мужчины носят бороды и длинные рубахи после литургии состоялась праздничная трапеза постная кстати и я там был компот чай пил моченые яблоки с калачами ел вкусно текст и фото андрея коспришина алтайская правда это губернская газета 17 декабря 1998 года номер 279 вот это я газета еще нет я могу и газеты найти если кто-то как это так баварин сейчас подожди-ка где он мне письмо написал письмо такое пишет ко мне а вот она как раз и нашел вот она где это баварин баварин мэр города пишет ко мне ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма любви к родине и ближним ваши беседы и проповеди перед людьми совершившими проступки и преступления достойно уважения я искренне рад что крестовозвиженская община которую вы возглавляете будет иметь место постоянных встреч и молитв желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест иметь последователи верных слову божию вот у нас и от него которая бумага пришла она в коридоре висит но она приклеены поэтому с уважением глава городского самоуправления баварин 27 11 97 прокурор края параскун юрий федоров в газете алтайского государства университета за науку номер 1 97 год кавычки обратился к проректору агт у ролик записываю про ректору алтайского государства технического университета борису василищу семкину с убедительной просьбой продлить сроки аренды помещения православному проповеднику и нате тихо лапкину который вносит большой вклад в нравственное оздоровление населения алтая известен работникам прокуратуры по своей подвижнической деятельности и даже главный идеолог коммунистов алтая депутаты владимир петренко в голосе труда газета 3 марта 97 года говорит я не подвергаю сомнению компетентность и лапкина как религиозного деятеля считаю что он вносит в достойный вклад в реализацию краевого закона о защите общественности общественной нравственности в алтайском крае вот теперь полностью ты его не не и нашел где баварин сейчас еще минутку то скажешь отрывок ты считаешь что ну ка главного прокурора управления юстиции николаю процента тоже генерал-лейтенант вот и кому я благодарен тут генерал полковнику пьянкову вот еще десяткам руководителей нощих свою лепту служение игнатия лапкина являющиеся по их мнению большим вкладом в нравственное оздоровление населения вот такую бы лапковщину то как это какой-то негодяй там придумал обличение то ну кто может показать при том все это помощники вот здравственное оздоровление население алтая и она идет неспешно твердо 8 лет проводит лапкин занятия по изучению библии по толкованию святых отцов православной церкви в этом году он предложил администрации гт у где лапкин арендует учебный класс прочитать для студентов курс лекции на тему мировое искусство по галереям мира человек высочайшей эрудиции энциклопедических знаний он прекрасно разбирается не только в тончайших нюансах религиозной догматики но и вопросах политики экономики культуры и семейных взаимоотношений общение с ним действительно божий дар но это совсем не говорит о том что игнатий лапкин человек приятный во всех отношениях его неустанные поиски истины и жажда знаний нередко приводит к ситуациям острым и трудным бурлящая духовная жизнь без конфликта и не бывает вот и с местными православными иерархами не все просто и не только потому что игнатий лапкин находится в лоне русской зарубежной православной церкви которая как известно не признает над собой юрисдикции московской патриархии не терпит она отступления святых принципов истины православия не молчит вновь это он не терпит он вновь и вновь указывает на догматические заблуждения официальным священнослужителем сколько копий было сломано в спорах о ритуале крещения но именно версия лапкина оказалась верна его отточенная аргументация основанная на обширных богословских познаниях трудно что-либо возразить его можно лишь спрашивать как примеру понятие высказания лапкина убежденного патриота нашего отечества о том что факт рождения русским самый печальный в его биографии почему игнатий тихоныч не удумеваю я а потому отмечает он что у нас нет богослужения на родном языке и мы русские в массе своей не знаем иисуса христа как своего спасителя служба на сарковнославянским людям непонятно и превращает святое дело богослужения в не совсем ясное действие время которого ум и сердца прихожан без измолвствует церковный обиход необходимо ввести современный русский язык ибо в 17 стихе 10 главы послания к римлянам апостол павел сказал сказано вера от слышания а слышание слова божия чем больше слова божия услышат люди тем лучше они будут знать священное писание тем сильнее крепче будет их вера вот так и спорить здесь не о чем все предельно просто и ясно в этом весь лапкин за замечательную способность вносить простоту в ясность самые сложные богословские вопросы помножен на удивительную убежденность и редкостный ораторский талант называет лапкина златоустом из потеряевки ну и так далее все это календари печатает под его влияние воскресают людские души вот с человеком жизнь вот затянутой липкой паутина неверия и себелюбия а воскресная душа михаил попенко мне говорят а он еврей вот это и удивительно дальше а баварин еще есть или нет где баварин господь мне помощник а вот что благодарности поздравления баварину баварина я здесь написал вот так по мэру города дорогой владимир николаевич великий бог сотворивший небо и землю он дает всему жизнь и дыхание и разум то есть я на перед ними нигде не прогибался нигде не льстил вот послушайте а то у него день рождения 60 лет 60 лет господь хранит вас в этом грешном мире он дал вам много испытать славу мира сего владыщество над народом многочислен наградил вас добрыми талантами а вас думаю как ни о ком другом городе барнауле исправители добрая молва в народе теперь площадь имени баварины и вы достойны таких отзывов но что пользу человеку если он приобретет весь мир и душе своей повредит какой выкуп он даст за душу свою матфея 16 26 у нас православных христиан не принято праздновать день рождения дабы не уподобиться безумному ироду в этот день мы благодарим спасителя христа за его милость и долготерпение к нам что сохранил нас среди бушующего моря житейского мы всегда ежедневно благодарим иисуса христа что ваше сердце расположено к нам что теперь нам есть где молиться пусть душа ваша обретет мир и покой в искупителе иисусе и ваша жизнь и доброе правление по над всем городом продлится еще на многие годы вы наш желанный гость и не только теперь как мэр города но и любой пенсионер или больной или вузах ли и на лето обязательно приезжайте поселок потерявку отдохнуть староста крестово-зиско общий начальник детского лагеря стана лапкин от тихоныч и христианса 2 20 и обратился я чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда которыми отрудился под солнцем и мне общинников и говорит это его советник ему подарков нанесли целая комната и он говорит людям обычно венки несут после смерти а мне при жизни на у меня там на ли обыкновенный вот такой листик там всего-то это но говорит все это кончилось я горд зашел он ваш листик считает а там поздравительных там других городов там чуть нет президента маленько прорезавшион вот опять который расстоит считает так а вот он как раз и нашел письмо мэра кавычки открыта администрация города барнаула 27 ноября 1997 года номер 0 817 уважаемый гнати тихонович с большим интересом ознакомился с материалами которые вы мне предоставили это общинников передал в очередной раз прихожу к мысли что заочное знакомство с человеком и его деятельности не всегда отражает реальную картину происходящего и дальше сожалею но ваши беседы проповеди перед людьми это я считал уже я сожалею что решение вашего вопроса затянулось на многие годы но в то же время искренне рад что крестовозвиженская община которую возглавляете теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв с уважением глава городского самоуправления владимир николаевич баварин сейчас я покажу документы вот как бог делать это все только по благодати хвалящий секрет хвали с господом это реально и вот здесь история и хронология и ко мне тут не лезь поля иди играй вот когда получил здание но я тут не буду считать ты сделай так что можно было прочитать но вот главное тут и что баварину на дает дома фото с бавариным алтайская правда писала корреспондента фото корреспондента логинов был и все это сфотографировали фотографии у нас стоят мы по рукам ударили это запечатлено шел снег и вышла потом статья большая латкин предпочел храм недвижимости логинов олег и у него звание золотое перо то есть очень талантливый вот его и дали сюда так и дальше хронология поле не балуйся все это получилось мне дали два знания 226 квадратных метров и вот помню как мы сели в машину от городской администрации выехали я сижу на заднем сиденье он на переднем он так вот вывернулся это вы в моем городе живете так долго смотрел на меня знаете ваше имя будет записано в аналог городах вот это чего-то стоит а люди которые ни разу не встречались ничего не делают почему благодать божия а он был когда-то парторгом моторного завода вот теперь я покажу некоторые документы вот посмотри ну просто надо мировое соглашение печати давай туда тебе снести надо да я забыл об этом давай так прямо что было это к двадцатилетию такой хочу показать людям поближе может тебе надо нет 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 нормально это я взял специально синие печати 97 год декабрь это шла подготовка все теперь смотри дальше этот документ имеет продолжение вот он с ними и она на двух листиках все нет нет все вот теперь смотри ну ладно это я уже взял постановление какое верховного суда российской федерации вот тоже так поведи я щас покажу некоторые документ документы никогда не показывал тут покажу все а в это одно время сказали что в нашем месте что-то будут строить я сразу обратился и вот документ все да а вот посмотри постановление какие копия у меня пожар после этого был так что тут не не оригинала копия вот кому надо тот ознакомиться чтобы язык у столько внимания уделяли да на один-два за зомбировать неужели я всех за зомбировал тут у губернатор будет задействован профессора мэр города прокурор края председатель краевого суда генерал-майор директора завода фабрика кого только не было все вот постановление судебных органов наверное вот это вот не знает бледно очень но копия потому что краевая прокуратура параскун генерал-лейтенант все посмотри какой документ важны номера особенно что видно было все а вот теперь смотри давай-ка вот посмотри еще все вот теперь дальше акт приемки все вот на обратной стороне еще посмотри-ка тут кто тут участвовал сколько людей это задействовано сколько копий а вот погляди копия все с этой стороны посмотри что тут есть а потом вот эту а вот теперь поглядей еще немного Это общее колесо, здесь я нахожусь, а это вот план, это тоже надо показать. А теперь я первый-то начал, я так упустил из виду-то, это какого числа-то нам отмечать-то надо. Вот я поварила какой поздравительный-то давал, вот она как выглядит, это уже там. Итак, 13 декабря 1997 года первое богослужение. А 14 воскресенье, первая литургия на Ползунова 6, вечерня на новом месте. В настоящее время в БТИ оформляются документы на право собственности и пользования помещениями. Постановление администрации, это уже на восьмой год пошло, перевести нежилые строения в жилые дома, расположенные на участке 1365 метров квадратных. И ползунова и проще. Это получается 14-го. Ну все, благодарю. Благословен Господь, который позволил нам это вот сказать и сделать. Готовимся, будем благодарить. А это что? А это вот, который я... А договор еще, кто у меня есть? О, подожди-ка, я надо показать. Вот договор, на кого договор. Все. Вот еще, посмотри, правила какие. У кого такие правила есть? А вот смотри, вот такая газета Алтайская, за науку. Алтайский государственный университет. Первый университет в Алтайском крае. И у меня тут статьи подряд. Вот она, моя статья. А это вот как выглядит Алтайская правда. Ну-ка. Ну, с Богом. Вот она, первая статья. Вот Алтайская правда. Это за 98-й год, 17-го декабря. Уже год. Это Виктор Андреевича Настенька. Подожди-ка я сейчас его маленько. Давай, я не погуляю тут. Опа. А вот посмотри, газета. Вот она, знаете, я там был. Это я с голубями стою. Ну, тут плохо. Наш епископ. А это вот на улице фотографировались. Центральная газета. Номер 278. 17 декабря 1908 года. Это одна из газет только. И вот тоже моя статья. Это фото Логина было. Я пригласил вот в Чернявский Людмила со своими ребятишками. Тут вот, где валер нельзя было подниматься. Я сказал, депутатам газету раздали. Все они сделали. Ну, нельзя было в реки. Они сделали так, что буквально во сне, говорится, иди, развивайся. Или вот статья директора, не директора, а проректора по учебной части Алтайского государственного университета. И говорит, тут говорит статья про вас. Быкова. Быков, вы это знаете его. Дмитрий Львович был в Потеряевке. Вот она какая. Какого числа это? Собеседник 30-го... Я не вижу тут. Там 39-2000. Это, видимо, только номер. Вот я тут голову. И какая статья огромная. Это у нас за столом они сидят. Дмитрий Быков. Газета, значит... А какого газета, в случае, это не написано? Номер 39. А, вот она. 5-11 ноября 2001 года, да? 2000-го. 2000-й? Да. Вот какие статьи. То есть она столько писали, и притом разная. А вот разъяснения. Ну ладно. Все тогда, уже некогда. Готовимся, если Господь благословит. Будем отмечать. Отмечать как? Благословением Богу. Сколько здесь всего было. Постановление это тоже уже прошло. Ладно. У меня документов море. Продолжение следует... Продолжение следует...